снимаю это видео решил тоже как в интернете поиграть с надкрылками да реагирует как-то вот двигаются как-то вот до сих пор не пойму почему ни одного видео нету по поводу вообще размышления хоть какого-нибудь размышления что надкрылки всего лишь одна часть всего общего полет что надкрылки это просто как щит что ворочек важнее всего сам жук если заметить замедлить съемку там или чего-нибудь то понятно видно что какие-то корыли от какого-то жука и те реагируют то есть на самого жука он мертвый правда месяца три ну и перейдем к еще одной подсказке надкрылки это щит самое важное в полете это сами крылья и сам вот это щетина ворс я не знаю как как еще назвать там шерсть кстати это меня наталкивает на то чтобы сказать что были ковры самолеты когда-то на руси вот на данный момент на расскажу поподробнее крылья когда начинают вибрировать и сам жук вибрирует вот это 6 создает статику а сами крылья отталкиваются от нее то есть благодаря то есть этой статике и благодаря этому и воздуху вот так же это есть и у вас и так далее и тому подобное то есть это шерсть точно не для того чтобы грелись они а то замерзнут это хотя бы блин я вот не пойму куда вы смотрите как вы смотрите возьмите любую муху убейте там и увидите что она реагирует на статику ее можно натереть шерстью и толкать ее там a крылья тем более то есть вот возьмем жука например вот это у нас щит то есть надкрылки щит это крылья вот здесь волосяной покров крылья когда начинает вибрировать и само жук волосяной покров создает облако статики. Облако статики. В облаке статики вот эти крылья, кстати, они очень прочные крылья, не просто так. Эти крылья отталкиваются от них в любую сторону. Если мы убираем, например, возьмем пчелу, осу, убираем надкрылки и видим часто, например, у шмелей впереди еще волосяной покров, то облако это увеличивается сюда и они на скорости летают больше. То есть такой легкий шмель на такой скорости преодолевает. Если вы замечаете, он летит через воздух, он не имеет препятствия в воздухе даже. То есть на данный момент просто возьмите и сами проверьте это. Возьмите надкрылки, возьмите муху, возьмите статику и, может быть, вы поймете, что это такое. В ютюбе, да и в интернете во всем целая куча всяких разных экспериментов по поводу статики. Почему я не пойму, почему вы не задаетесь вопросом, почему... Обращайте внимание на такую мелочь. На жука вы берете и кидаете вот эти надкрылки, пытаетесь, чтобы он там взлетел, стоял. То есть статика, то есть ворс статика, крылья, полет, надкрылки, это как щит. На этих, если будете изучать, там микроскоп я не знаю, на вот этих вещах трех, зная. Ну еще, то есть зная эти вещи три, можно сотни тысячи всяких открытий сделать, всяких, как правильно сказать, изобретений сделать. Конечно вам, скорее всего, это не позволит. Я думаю так. Вот. Что вам сказать еще? Думайте, народ. Перестаньте вот эти надкрылки, с надкрылками этими играть. И удача вам в жизни.